Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также стоит отметить, что данная методика может сопровождаться жизнеуброжающими состояниями в связи с рисковыми расположениями крупных сосудов и может нести сложности в выполнении технически, например, при расположении опухоли на передней поверхности почки или синусного вызывания. И, совсем выше сказано, в последнее время все чаще предпринимаются попытки в определении морфологического строения опухоли альтернативными малонавазивными, в частности, визуализирующими методами исследования. В нашей клинике проведен анализ данных компьютерной томографии, 3D-моделирования опухоли почки и данных гистологического заключения у 308 пациентов, которым выполнялась огранно-сохраняющая операция в связи с односторонним поражением почки. Сравнивались анализы компьютерной томографии, как я уже сказал, были выведены общие предикторы, такие как пол, возраст, максимальный размер опухоли, также 3D-морфотопатические предикторы, такие как глубина инвазии, форма опухоли, сторона поражения, поверхность поражения, семена поражения с данным гистологического заключения. Группой специалистов, стоящей из физиков и инженеров и врачей специалистов, были выведены 6 основных форм, представленных на слайде. По данным многофакторного анализа, была получена корреляция злокачественной опухоли почки с такими показателями, как поражение среднего сегмента, максимальный размер опухоли, форма опухоли и пол, мужской пол, пожалуйста, чаще. По данным однофакторного анализа, основными предикторами были форма образования и мужской пол. Чаще всего злокачественные образования были представлены следующими формами. Сферическое с числительной неровной поверхностью, мультимодулярное и сферическое с консовидным обоснованием. Чаще всего доброкачественные образования были представлены грибовидной формой. Нами была выведена прогностическая модель для предсказаний злокачественной опухоли почки. По получению результатов функции P от 0 до 0,5 можно было диагностировать низкую вероятность злокачественной опухоли почки. От 0,5 до 1 включительно высокую вероятность злокачественной опухоли почки. Позвольте вернуться к ранее представленной таблице и отметить наши результаты. Чувствительность нашей прогностической модели составила 98,8%, специфичность 35,2%, процент корректного предсказания составила 8,7,6%. На основании полученных результатов можно сделать выводы о том, что данная модель на основании 3D-моделирования может с большой долей вероятности предсказывать злокачественные опухоли почки. И это дает нам шанс на дальнейшее развитие данного проекта. И указывает, что на основании 3D-моделирования можно предсказывать большую вероятность злокачественной опухоли почки. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.